Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу недельную главу Торы Вайдханан Гора Синай Написано, что слова эти произнес Бог всему собранию, вашему с горы Из огня, облаком, глы, голосом громким И более не продолжал То есть мы слышали звук шафара Он становится все сильнее и сильнее То есть обычно, если человек трубит шафар Звук только слабее А здесь сильнее и сильнее Только Всевышний может так трубить И это очень сильное впечатление у нас было И написал он их на двух каменных скрижалях И дал их мне Скрижали эти, вырубленные из сапфира Наши мудрецы это знают И зловыми шпатим Они считают, что слова Что видели они всесильного и лепили И там написано Видели всесильного А под ногами у него нечто подобное Кирпичу из сапфира Прозрачного, как небесная ввысь И на избранников сынов Израиля Не простер он руки своей В общем, поэтому мудрецы считают Что они были из сапфира И было, как услышали вы голос из мрака О горах ваченах нем Подошли ко мне все главы колен ваших и старейшин на вашей скале Вот показал нам Бог всесильный наш славу свою и величие свою И голос его слышали мы из огня Сегодня видели мы Что всесильный Говорит человеком И тот остается в живых То есть обычно мы знаем Что если человек видит всесильного Он не может остаться в живых Но в данном случае Да Всевышний дал нам Эту возможность остаться в живых То есть это было чудо невероятное И мы испугались Мы просим у Маше Зачем нам умирать Говорит ты с нами Пусть не говори с нами всесильный А то мы умрем Это было что-то невероятное Пишет Медраж Что души наши повылетали из тел И всевышний нам их вернул небесной росою И просим мы Зачем нам умирать Ведь поживет нас этот огонь великий Если мы будем слушать дальше Голос всесильного То мы умрем Ибо кое-как человек услышал Голос сильного Бога живого Говорящего из огня как мы И останется в живых Пойди ты слушай все Что говорит всесильный И ты нам перескажешь А мы будем исполнять То есть первые две заповеди Мы слышали сами Своими устами И это был полностью шок То есть первые две заповеди Они соответствуют Вместе с 613 заповедям Торы Мы об этом говорили Первая заповедь Это 248 повелений А вторая заповедь 365 запретов Вместе с 613 заповедей Торы Это те 613 заповедей Которые мы должны выполнять Изучать и выполнять И когда Всевышний это услышал Что мы так говорим Говорит что хорошо Все что они говорили Все хорошо Все равно То что То что мы говорили Что мы боимся Бога Это уже хорошо И говорит всесильный О если бы сердце Было склонно Бояться меня И соблюдать все заповеди мои Во все дни Дабы хорошо было им И сынам их вовеки То есть Как минимум Если человек уже боится Бога Это уже очень хорошо То есть любить Всевышнего Это уровень очень высокий Он достойный праведников Но если мы боимся всесильного И только из-за этого Мы уже боимся что-либо нарушить Это уже не мало Это уже хорошо Когда человек боится Бога Это очень хорошо Об этом говорит всесильный Иди скажи им Возвращайтесь шатры своим А ты здесь Останься со мною И я объясню тебе все заповеди И усновления И законы Которым тебя учить их Чтобы не исполняли их В стране Которую я им даю Для владения ею То есть Все 613 заповедей Маше получает на горе Синай Он в 40 дней Первые 40 дней На горе Он получает Все усновления Как выполнять эти заповеди И получает всю устную Тору И первичная Это устная Тора А то что мы получили Сейчас Это Книга называется Тора Это конспект И Мудрецы и сейчас Многие могут Пользоваться Письменной Торой Восстановить Какие-то части Устной Торы Но были такие мудрецы Которые могли все Восстановить Через письменную Тору Через конспект Как раб Якива Величайший мудрец Восстановленной памяти Он мог Даже на птичках Видеть Какие-то знаки Как пользоваться Знаниями Торы Как их понимать Не то что сами буквы Он мог раскрыть Не пользуясь даже Устной Торы Письменную Тору Пользуясь письменной Торы Раскрыть и устную Тору К сожалению Таких мудрецов Сейчас пока нет Таких до такой степени Грамотных людей Был такой мудрец Его звали Рамбан Гамлеем Так он Умудрился Списал в Торы Лунный календарь Компьютеров же не было Он его списал И все Как он его списал Кто это может найти Глядя на Текстуры Можем его списать И Только сейчас НАСА С помощью компьютеров Подтверждает Точность этого календаря Но как он умудрился Это сделать Списать его Торы Трудно себе представить Такой был величайший мудрец То есть Такие были люди Есть и такая мудрость Опять пишет Всевышний Старайтесь же поступать Так как повелел вам Бог Всесильный ваш Не уклоняйтесь Ни вправо Ни влево То есть У вас есть ряд заповедей И держитесь за них Не на ничего прибавлять Убавлять Не уходите от них Ни вправо Не влево Есть у вас Возможность Послаблять 49 уровней Послабления И 49 уровней Устражения И Мудрецы знают Для кого Что в данном случае Нужно Кому-то нужно Устражить Потому что Он уже понимает Больше в Торе И ему требуется Более строгое Исполнение заповедей Кому-то надо Смягчить Потому что Он еще не в состоянии Выполнять заповеди Настолько строго И скрупулезно Для этого есть у нас Равины Которые нам Объясняют Как в данном случае Вести Вот заповеди Установления И законы Которым Бог Всесильный Ваш Повелел Научить Вас Чтобы Исполнять Левые В стране В которую Переходите Чтобы Владеть Ею Чтобы Боялся Ты Бога Сильного Твоего И соблюдал Все Установления Его Запад Его Которые Повелевают Тебе Ты И сын Твой И сын Твоего Сына Во все Дни Жизни Твоей Чтобы Продлились Дни Твои Если Мы Исполняем Заповеди То Жизнь Продлевается И нам И нашим Детям И живем Мы в стране И никто Нас не изгонит И не будем Жить Среди Всех Народов Как мы Сейчас Живем Когда Всесильный Выполнил То что Говорил Тория За нашим Поведением Мы живем У других Народов И Будем Попираемы Но Всесильный Нас Не забудет Когда Начнешь Обращаться К Нему То Он Сразу Вернет Тебя В страну Как Он Увидит Что Искренне Рассклялся Всевышний Соберет И Если Кажется Народ То И Народ Соберет Весь В стране Слушай Израиль Старайся Исполнять Чтобы Хорошо Было Тебе И Чтобы Вы Очень Размножились Как Обещал Он Тебе Бог Всесильный Твой Отцов Твоих В стране Текущий Молоком Медом Он пишет Старайтесь Исполнять Старайтесь Старайтесь Не значит Что Не исполнил Заповедь Убью Нет Он пишет Вы должны Стараться Как Может Человек Он должен Стараться Если Человек Старается Всесильный Это Видит И За Это Идут И ответы Нам Хорошие И Тогда Страна У нас Прекрасная Текущая Молоком И медом Как Сесильный Обещал Вот Такую Страну Мы Видели Наш Историк Йосиф Лавий Он Чуть Меньше Двух Тысяч Лет Назад Описывает Страну И Говорит Течет Она Действительно Молоком И Медом Как Это Работает Финиковые Пальмы В огромном Количестве Финики Пальвают На землю И С них Стекает Мед Финиковых Пальм А Козы Переполненные Вымя У них Из Этих Вымя Стекает Молоко И Соединяются Эти ручьи Соединяются Они С медом И Получается Страна Текущая Молоком Медом Так и Было Был Такой Прекрасный Климат Что Все Так и Было Так Работало Сейчас Климат Пожестче Стал Но Мы Даже И Заслужить Что Все Вышний Вернул Такой Климат И Страна Превратилась Действительно В текущий Молоком И Медом Какая Бо Она Не Была Сейчас Прекрасной Она Должна Быть Еще Прекрасней Такую Мы Хотели Чтобы Она Была И Как Хочется Сильный Видит Свой Народ Своей Стране И На этом Наш Сегодняшний Урок Заканчивается Урок Был Дан За Поедем Души Яков Бен Нахум Владимир Бен Григорий Павел Бен Ефим Хай Мал Каб Йосиф Мира Бат Аврагам Роза Бат Михаэль Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двойра Бат Мириам Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берт Евгений Бат Ида Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Леор Бен Клара Вадим Бен Татьяна Юлия Белла Замазал Паранасас Гула Ирина Батури Орона Ребен Ри За хороший дух Орона Ребен Двойра Днис Бен Ахум Абигань Бат Цара Паранаса Ибрюд Владимир Бен Рая Марина Бат Рая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Делитесь этим видео с друзьями Кто Хочет Имя Мы Упомянули На уроке Пишите Имена Имя Имя Папы Имя Своё имя Мамы Пишите Будем Зачитать Имена Всевышний Сделает Так Как Он Найдет Нужным Всем Всё Само Нилучшего До Следующих Встреч Надеюсь Она Состоится Завтра В 10 40 До Встречи До Свидания Шалом